Всем доброе утро! Мы проснулись с позитивом, едем за машиной. Я смотрю, что начинается снег, и подписчица еще написала, что в вашу сторону идет снег, в Северную Каролину. Холодно очень, и дождь сейчас, и мне кажется, он перейдет в снег. А нам нужно ехать тысячу километров обратно, и скорее всего я поеду за рулем одна и оба отдельно, потому что у нас две машины, а одну машину нам нужно будет вернуть в Орландо прокатную, и уже мы оставим себе нашу. Нам крепят временные номера на машину до Флориды, и на них можно две недели поездить. Вот этот мужчина продал мне машину и подарил помады Кайли Джейнер. Представляете, он узнал, что я блогер, and give me the present. О, thank you so much! Еду я в своей машинке впервые. Хочу сказать, что разница колоссальная. Я как будто бы плыву. Вот знаете, на лодке она такая высокая и плавная, что я в шоке, если честно. Немножко непривычно, она такая огромная. Конечно, бензина, мне кажется, она будет есть немало. Мы едем уже часа четыре, до сих пор льет дождь, на улице очень холодно. И даже не верится, что через 500 километров будет жара, будет лето. Конечно, очень странно, но оно будет, я надеюсь, оно будет. Смотрите, вот эти три помады Кайли. Три разных оттенка, металлические. Я думала, что это может быть подделка. Как-то странно все это. Нет, написано Made in USA. Три металлических оттенка, у меня таких не было. Мы заехали в город Джексонвилл. Вчера ночью мы проезжали мимо него, потом переночевали в отеле и решили утром заехать, посмотреть. Машинку припарковали и быстро прибежали здесь, на набережную. Очень-очень холодно. Прям, знаете, настоящая зима, только без снега. Я замерзла, и буквально на 5 минут посмотреть мост. Очень красиво, да, все красиво, да, красиво, но только холодно. Смотрите, сколько бездомных людей. Прям в самом центре. Прям они, да, просто так стоят или сидят. Но они общаются здесь. Ну, общаются. В центре города. И людей как бы нет, только они. Единственные жители. Они, наверное, протестуют так. Темнокожие. Люди, которым не нравится здесь жить, они так протестуют. Забежишь туда, зайдешь, посмотришь, что внутри, выбежишь на набережную. На набережную? Вова отправил меня вовнутрь, сказал снять, что там внутри. Здесь как станция метро. Ничего особенного. Ух ты, тут концерт. Целый оркестр. Посмотрите, какая я. Яхта огромная. А пантера какая крутая. Очень крутая яхта, конечно. Вот чей-то флаг. Так, мы погуглили и выяснили, что это огромная яхта Шахид Хана. Владеет футбольными командами, а одна футбольная команда с этого города. Оказывается, да. Мы думаем, зачем он сюда пришел на этой яхте Шахид Хан в Джексон Вилла. Оказывается, он владеет одной из футбольных команд Джексон Вилла. Там даже есть две вертолетные площадки, а также зоны для проведения разминки футболистов. Мы, оказывается, едем сейчас по трассе вдоль берега. Здесь дома стоят. Они прямо на берегу живут, люди. Вот мы мимо чего-то проходим. Вау! Вот это красота! Как им не страшно! Они прямо на берегу живут все. Такие дома красивые, ураган все смотрелось. Это ураган! Да, расслушивался. Ничего себе! Как страшно! Ай, как холодно еще! А красиво! Летом все склассно. Да. Проезжаем город Сент-Августин. И здесь есть Олд Таун с разными турами. И лошадь сделана из веток. Красивая, как будто из мышц засохших. Так раньше перевозили преступников. Тюремный вагон. О, у них даже не было стен. Они здесь кушать. Они кушали, да, здесь такие койки. Причем старые, жесткие. Ты что, боишься? Конечно, жутковато. На сене спали. Смотрите, как прикольно. Индеец. Привет! А вот Сара, смотри, они в шашки играли. Крути! Крути, крути! Ха-ха-ха, привидение. А еще крути. Ха-ха-ха. Смотри. Я очень испугалась. Поворачиваю голову, здесь нога. Вот же сумасшедшие. Смотрите. Ай, бедный крокодил. Аллигатор. Мы решили сегодня сдать машину, чтобы завтра утром не ехать в аэропорт. Вечером заехали. Здесь прям, знаете, когда заезжаете в аэропорт, прям отдельная линия есть. Рентал кар. Вон на пол написано. Return rental car. То есть возврат автомобилей арендованных. Остальные, в общем, все там в аэропорт поехали, а тут вот вы хотите вернуть машину, вот вам отдельная линия, не заезжая в аэропорт. Очень понятно и доступно. Вернули машину, представляете, без вообще, без каких-либо проверок. Она просто ее завела, посмотрела на прибор. Видимо, проверила бензин. Полный либак. А полный либак? Да. И все. А у нас там крошки валялись. Вова начал их убирать в сиденья. Она говорит, не парьтесь, типа, не надо их убирать. И не проверяла машину. Она даже не ходила, не заглядывала нигде. Просто говорит, окей, все, идите. А мы еще сюда заехали на двух машинах. Я переживал, что вторую не пустят машину. На двух пустили, да, и бесплатная парковка получается. Да, и мы сейчас бесплатно будем выезжать. Выедем, да. Представляете, мы купили в магазине Whole Foods черную икру, маленькую за 9 долларов. И это американская икра. Мне кажется, что это может быть подделка, как у нас делают, такую, знаете, подделочную. Но они сказали, что это не подделка, это настоящая черная икра. И, если честно, я что-то понять не могу, почему она так дешево стоит. Да, это не осетрина, но это икра. Асетрина? Не осетрина? Тоже черная. Понравилась? Ну, ешь. Саре понравилась. Плакала сейчас. Устала с нами ехать, и еще выяснилось, что интернета нет в отеле. Бесплатно. Бесплатно, да, за 6 долларов. А вот Coca-Cola Orlando Eye. Колесо обозрения очень высокое. Музей Мадам Тисо есть. Sea Life Aquarium Orlando. Вова, что ты в своих кроксах тут развалился? Я же жирный, но можно. Это специальное место для жирпляя. Жирный может все. Можно полечи и не испачкаться. Ну, тогда тебе нужна тележка специальная в супермаркете. Ну. По дороге заехали в город Лейкленд. Или как правильно произносится? Лейкленд. Лейкленд. Посмотреть, что здесь есть. Картинки смотрели, здесь водятся аллигаторы. Огромные просто. Это в их заповедниках. Я все мечтаю встретить такого. Ну, чтобы он просто мимо проходил там или проплывал. Сколько здесь? Black Swan. Ничего себе, здесь прям заповедник, заповедник. О, у нас много же еды. Да, кстати. Еще очень много хлеба. Вот они. Это кто такие? Это цапли. Они сидят прям возле дедушки и бабушки. О, они прям сидят вокруг. Они кормят. Вот это пипец. Они там пиво пьют. Класс. Они прям ходят пива, а у них тут не ловит. Ой, дорогу переходят, уточки. Сара, смотри. Жесть. Это вообще нечто. Я не могу. Как это круто. Как круто. Ох, вот это развлечение мы нашли. Я, ребят, я такого никогда не видела. Это просто шок. Для меня это реально шок, потому что... Она опять просит, она золото просит. Голодная уточка. Вы представляете, какой контакт вообще с природой у людей? Никто здесь не обижает никого. И это великолепно. У меня нет слов. Вова шутит. Он самый добрейший человек. Он никогда не обижал животных. Какой тут же... И он такой, знаешь, так медленно вот. Борода. Сара, пошли сюда. Борода ему. Борода там, да? Крупный. Крупная цапля. На. На, хорошенький. Ой, ты какой высоченный. На, на, ладно. Черные вообще красавцы. О, как мы. Да, 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 да. Слушай, я вообще не в курсе, кто кормит. Кто раздает здесь. На, смотри. Смотри, смотри, смотри. О, вау. Тут такой вот яжик. Смотри, смотри. Ух ты, какой красивый. Вова, я в шоке. Да. Не в курсе. Он не больно. У него не сильный клюв. Жень, ну ты че, блин? А если побежим, они за нами? Утка вообще неугомонна. Сара, побежали. Мы уже минут пять идем, и они будут за нами. Пойдем. В общем, так классно здесь гулять. Особенно с детьми. Сара в полном восторге, потому что, ну такое, где мы встретим? 25 центов стоит корм. Предусмотрительно, конечно. Молодцы. У меня нет, у папы в машине все деньги. А вон он едет. Эй. Мы столько эмоций переживали, что я, не знаю, мне кажется, ни в одном парке такого... Не встретишь. Не встретишь такого, да, не найдешь. Потому что это прямой контакт с птицами. И оказывается, что здесь много учебных заведений, много молодежи и всяких университетов, колледжей, общежитий, где живут студенты. В общем, интересное такое местечко. Может быть, Сара, когда вырастет, будет здесь учиться. Я в таком шоке, что забываю снимать. Я просто только по сторонам смотрю и все, любуюсь этой красотой. Это неописуемые виды. И такого даже, наверное, в фильмах не увидишь. Здесь еще мало домов продается в этом городе. Я думаю, это связано с тем, что здесь людям нравится жить. Там повстречает нас солнышком. Тепло. Всем привет. Мы в отеле снова. Вот таким образом выглядит отель. Сара купается, потому что на улице уже тепло и бассейн с подогревом. Очень погода налаживается. Вчера было 13 градусов, сегодня уже 18. И нет такого ветра активного, холодного. Вот. Мы решили пообедать тем, что купили вчера в супермаркете. Пока кухни нет, готовить. Поэтому приходится покупать готовую еду. Эй, муха, муха, муха. Так, купили яичные роллы с креветками. Ягода была со скидкой. Потом овощи сырые. Цукини мы едим просто так. Перец, помидоры. Такий вот засохший хлеб, можно сказать, с сыром Филадельфия. Он очень быстро засыхает. Пообедали. Сейчас хотим поехать в магазин. Second Hand. Second Hand, да. Благотворительный магазин. Мне моя зрительница подсказала, что можно там посмотреть вообще много одежды, мебель. Смотрите, подъехал автобус, остановился. Сейчас выйдет ребенок. Ребенка привез. И все машины стоят спереди и сзади. Потому что у него такие специальные стопаки высунулись. Сигналы, да, специальные высунулись. И все должны стоять. Ждать, пока дети перейдут дорогу. Вон мама встречает. И родители, да, вон встречают. И вот он этот магазин. Family Store. The Salvation Army. Зашли. И запах, знаете, такого second hand. Помощница наша. Вот здесь мебель продают разную. 40 долларов. Что-то он какой-то дорогой. Я просто пока смотрю. Плащи. Смотрите, какой кожаный плащ. 40 долларов стоит. Он настоящий. Это тоже кожаный. 40 долларов. Даже кровать продают большую. Не, мне сумку не надо. 179 долларов. Вот такая кровать. Ага, какая-то игрушка непонятная. Диваны. Вот диван стоит 149 долларов. Но он такой старый уже. Да, и запах, конечно, вот такой, знаете, старины. Не очень. Вот диван. Типа кожаный, белый. 329. Ой, дорого. А вот одежда. Да, да, да. Ну вот просто ради интереса. Вот такая майка стоит 1 доллар. Что они подкрадут? 24 доллара. Пальто. Это кашемир. Кашемир? Да. Ну что-то рукава, по-моему, короткие. И оно какое-то длинное через чул. Ну это старое. Пальто. Ретро. Что, возьмешь? По Флориде будет жарковато. Да, жарковато будет. А так тебе идет такой рыжий цвет. Еще есть книги разные. Тоже БУ. Диски компактные. По 99 центов. Пластинки. Детский Майкл Корс. Ой, давайте детские купить. 8 долларов, что ли? У них все футболки по цветам. Вот от белого до черного. Смотрите, расставлены. Да. Мама. Хочешь, чтобы купить? И посуда здесь тоже по цветам расставлена. Не знаю, но мне кажется, что здесь дорого для секонд-хенда. И я бы лучше в Айке купила себе посуду. Может быть, что-то здесь можно найти выборочно. Вот, смотрите, дети переходят дорогу, и вышел мужчина со знаком стоп, как бы провожающий, перевел их и остановил движение. Да, мы сейчас хотим заехать в магазин за продуктами для пикника, потому что к нам должны приехать гости, соседи. Они наши новые друзья. Да, наши новые друзья должны приехать в гости. На русском, Сара, разговаривает. Я не должен, а с вами близкий. Вот, и хотим что-то посмотреть для пикника. Пригласили мы их на бассейн в нашем отеле. Немножко так закупились. Сегодня мы без гриля. Просто, знаете, такое готовое в супермаркете. Тут вот нашли такие овощи классные, свежие. Макать соус, потом креветки. Куриные попкорны. Колбаска разная, закуски. Еще колбаска. И салат. Большой салат. Большую тарелку салата сделали. Приехали во второй магазин. БУ товара, наверное, или товара со скидкой. В каждом городе эти магазины разных размеров. Здесь новые товары тоже есть. Доллар двадцать пять, две снежинки. Красивые. Смотрите, какой огромный выбор игрушек на елочке. Здесь выбор игрушек больше, чем было в первом. Да, даже есть вот сланцы ветские. Покрывало. Ну, вот это все в катышках. Три доллара. Одеяло. Ну, нет, старое одеяло не хочу. Не хочу. Снова книги на английском языке. Здесь тоже побольше выбор. Также все для дома. Вот эти все ряды. Свечи. Чьи-то БУ. Ну, я бы не сказала, что дешево. Вот эта свечка. Восемь долларов. Кажется, у нас такие же. Ну, а в обычных магазинах можно найти. Вот диски различные. Моющие средства по два, по доллару. Здесь есть средства, которые дороже, чем в магазинах стоят. От тараканов. Швамры. Пасхальные яички. Свечки. Восемь долларов. Не дешево вообще. Вова нашел склад, где можно арендовать маленькое помещение. Совсем маленькое. Там метр на метр. Метр на метр такая коробка. Но нам хватит. Как раз сюда все наши чемоданы. И, может быть, какие-то еще вещи. Стоит 21 доллар. Еще плюс такс. В месяц. Ушел, чтобы в машине не возить. Мы хотим арендовать комнату. Ну, маленькое помещение, чтобы сложить свои чемоданы. Может быть, что-то покупать будем. И складывать. Они прозрачные, поэтому как бы видно, что вы будете здесь хранить. Тут наваленные склады. Люди оставляют вещи свои. Сегодня Соня прислала фотографию о том, что мне снова доставили посылку. Но это оказалось не посылка, а тайтл. Техпаспорт. Техпаспорт на машину. Три или четыре дня прошло. И они доставили нам тайтл на адрес, который мы указали при покупке. Вот так выглядит тайтл. Он состоит из пяти листов. И мы завтра поедем ставить машину на учет. Так что, я уже думаю, для одного влога достаточно. Так что, всем спасибо за просмотр. Ждите продолжения в следующем влоге. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok